Чем больше отдаешь, тем больше получаешь, уверена Елена Фисенко. В пандемию она познакомилась с волонтерской деятельностью и с тех пор без помощи людям себя не представляет. Ближе всего стала работа с пожилыми людьми. Я в силу возраста в основном обслуживала пожилых людей, потому что быстрее с ними находила контакт. У меня как-то с ними получалось очень легко. И, в общем, как-то закрутилось, завертелось. Сегодня она руководит организацией «Серебряные волонтеры». Вместе со своими подопечными вяжет теплые вещи для наших солдат. Недавно они научились изготавливать окопные свечи. Стали активными участниками новой всероссийской акции «Книги Донбассу». Вместе со сторонниками партии «Единая Россия» они собирают различную литературу в подъездах жилых домов. Они могут принести в любой подъезд, где они живут. Управляющие компании свяжутся с нами, с «Единой Россией». Мы будем приезжать забирать. Централизованные эти книги будут отправляться с гуманитарной помощью для детей, для жителей. Пригодится любая классическая и детская литература учебники. Для людей, попавших в такие непростые условия, книги – это большая моральная и духовная поддержка. Мы знаем, что это каждая книга будет не одним человеком прочитанная. И передаваться будет из рук в руки нам, Васе. И, наверное, человек, который будет читать эти книги, он будет все переживать с теми героями, о которых идет повествование в данной книге. Елена Фисенко это прекрасно понимает и знает цену волонтерской работы. Поэтому сразу после акции торопится на зачеты, решила освоить новую специальность социального работника. Помогать людям и дарить им добро стало делом ее жизни. Когда ты делаешь, когда ты даешь, это во сто раз круче, чем когда ты получаешь. И это, особенно когда тебя благодарят, когда ты видишь глаза у тех людей, которым ты помогала, то это как наркотик. То есть ты уже понимаешь, что ты не можешь. То есть если закончится одно, ты будешь искать обязательно другое. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...